Однако, как бы подводя итог, от себя хотел бы зачитать слова шейху л-исламу бина Таймии Рахима Хула, который в своей книге «Аль-Ва-Святия» также затрагивает этот вопрос. Вкратце, в двух словах, говорит всё то, о чём мы говорили вот на этих уроках. Его слова хотел прочитать. Он говорит, Рахматуллахи Алим, «Ва нукмину л-фиркату н-наджия мин ахли суннати валь-джама'а биль-кадари хайрихи ва шарри» «И верует спасшаяся группа и сторонников ахли сунна валь-джама'а в предопределении с его добром и злом». «Валь-иману биль-кадари аля дараджатейн» «И вера в предопределение бывает двух степеней». «Куллю дараджатин татадонману шей-эйн» «И каждая из степеней включает в себя две вещи». «Фаддараджатуль уля» «Первая же степень». «Аль-иману би анна Аллаха та'аля алимун биль-кальк» «Вера в то, что Всевышний Аллах Субхану Хуаталя является ведущим о своих творениях». «Вахум амилюна би-илмихи л-кадим» «И все, что они делают, они делают в соответствии с его знанием, с его старым знанием». «Ал-лявихуа маусуфун бихи азалян ва абадар» «Тем знанием, которым он был описан безначально и бесконечно». «То знание, которое всегда было ему присуще и никогда его не покинет». «Ва алима джами'а ахвалихим» «И Всевышний Аллах знал все их состояния». «Из покорности или ослушания». «Из риска, из удела». «Из сроков, которые они будут жить на этом свете». «Затем Всевышний Аллах Субхану Хуаталя, хранимый из Крижаль, записал предопределение всего. Записал судьбы всех творений. «Фа-аввалю ма халяк Аллаху л-калям». «И самое первое, что сотворил Всевышний Аллах, был калям». «Перо». «Ва каля ла хуктуб». «И сказал ему, пиши». «Каля ма актуб». «На что она спросила, что писать». «Каля актуб ма хуа каинун иля яуми л-кияма». «На что Всевышний Аллах сказал, пиши все, что будет происходить до судного дня». «Фама асаба л-инсана лям якун ли юхты'а». «И то, что постигло человека, не могло его избежать». «Ва ма ахта'аху лям якун ли юсиба». «А то, что избежало его, не могло его настичь». «Джаффатил акляму вату яти сухов». «И высохли перья и свернуты уже свитки». «Кама каля та'аля». «Как сказал Всевышний Аллах». «А лям та'алям анна Аллаха я'аляму ма фи ссамай и вал ард. Инна залика фи китаб. Инна залика аля Аллахи ясир». «Разве ты не знаешь». «То, что Всевышний Аллах знает все, что на небесах и на земле». «И воистину все это записано в Писании». «И воистину все это для Аллаха легко». «Также сказал Всевышний Аллах». «Все, что вас постигает из бед, будь то это на земле или в вас самих, все это записано в Писании еще до того, как это случилось, еще до того, как Аллах все это создал. И воистину это для Аллаха легко». «Ва хакатат такдиру аттаби'у би альмихи Субханаху якуну фи молоды'а джумлятан уа тавсилен». И также вот это предопределение, то есть вот это Писание, которое следует за знанием Всевышнего Аллаха Субханаху ата'аля, бывает общим, а бывает конкретным. Общее Писание – то, что записано в «Ляухуль Махфуз» у Всевышнего Аллаха. А конкретное – это то, о чем мы говорили, другие степени Писания, это, допустим, конкретно на жизнь какого-то человека, конкретно на всю жизнь человека записано. Или конкретно на год, или на день, или как «Яумальмитяк» мы говорили, то есть другие Писания. «Факат катаба филяхил махфузи ма шаа». И Всевышний Аллах Субханаху ата'аля записал в храниме и скрижале то, что пожелал. «Ва ида халяка джасадал джанин, кабля нафхи рухи фихи, ба'фа илейхи малакен». И прежде чем вдохнуть дух в зародыш, на четвертом месяце Всевышний Аллах Субханаху ата'аля посылает к нему ангела. «Фаюкмару би арба'и калиматин». И приказывает ему записать четыре вещи. «Фаюкалю лаху ктуб». И говорится ему, «Пиши ризкаху, ва аджаляху, ва амаляху, ва шақиу нау саид». Запиши, какой будет его ризк, удел. Какой будет срок его жизни. Каковыми будут его деяния, и счастливым он будет или несчастным. «Ва наху залик» и тому подобное. «Фахадат такдир» и вот это предопределение, то есть первая степень предопределения. «Кад кяна юнкируху гулят уль-кадария». Отрицали его гулят уль-кадария. Помните, мы говорили, гулят уль-кадария двух видов бывает. Гулят уль-кадария, которые полностью в чрезмерно спали. И гадария гыр-гулят, которые еще не совсем. И шейх говорит, ибн-тайми, рахмахла, «Кад кяна юнкируху» Вот этот вид предопределения первый. Отрицали кадариты, которые впали в чрезмерность. «Кадиман» раньше. «Ва мункируху льяв ма калиль». Однако кто в наше время отрицает, очень мало их осталось. 800 лет назад еще шейх-песлама юнкируху гулят уль-кадария. Далее говорит, Однако вторая степень предопределения, а это исполнимое желание Всевышнего Аллаха, и всеобъемлющая мощь нашего Господа, заключается в вере в то, что, что бы ни пожелал Всевышний Аллах, это случится. А то, что не захочет Всевышний Аллах, никогда не случится. И все, что не происходит на этой земле из движений, или же из спокойствия, все это только по воле Всевышнего Аллаха, по Его желанию. И не происходит в Его Царстве ничего, кроме того, что Он желает. И то, что Он, способен на каждую вещь, будь это из того, что есть, и из того, что нет. Даже то, чего нет, Он способен это сделать, способен сотворить. И какое бы творение ни было на земле и на небесах, Всевышний Аллах является Его Создателем. Нет Творца кроме Него. Нет Творца кроме Него. И нет Господа иного. И несмотря на это, или вместе с этим, Аллах приказал Своим Рабам подчиняться Ему, совершать деяния. Несмотря на то, что все создано, все происходит по Его воле и так далее, Аллах приказал Своим Рабам покорность Ему. И покорность Его посланникам. И запретил им ослушаться Его. И Он, любит богобоязненных. И любит тех, кто делает благие деяния. И любит справедливых. И доволен теми, которые уверовали. И творили хорошее деяние. И не любит неверующих людей. И недоволен людьми нечестивыми. И никогда Он не приказывает какие-то скверности. И недоволен для своих рабов неверием. И не любит нечестие. И рабы действительно являются совершающими или исполняющими свои деяния. А Аллах является творцом их деяния. И раб, он либо верующий, либо неверующий. То есть, может быть верующий, может быть неверующий. Как некоторые ученые в комментариях говорят, что Я хотел показать, то, что вера и неверие приписываются к рабу. Он сам выбирает, уверовать ему или дальше оставаться в неверии и в заблуждении. Из них благочестивый и грешник. Молящийся и постящийся. И у раба есть мощь, чтобы совершать свои деяния. И у рабов есть воля и желание. Аллах, опять же, является их творцом. И творцом их воли и их желания. Как сказал Всевышний Аллах, для тех из вас, кто хочет следовать прямому пути. Однако не захотите вы этого, если не захочет этого Всевышний Аллах, Господь миров. То есть, у раба есть желание, и у Аллах, Субхану Тле, есть желание. Но желание раба находится под желанием Всевышнего Аллаха. И это вторая степень. Мы же говорили четыре степени у кадра. Шейху Алисаляму на две разделил. В первую включил первую и вторую, а во вторую степень включил третью и четвертую. Понятно, да? Объединил просто первую, вторую, третью и четвертую. Даже не объединял, он же поэтому сказал. Две степени сказал. И каждая из них состоит из двух вещей. Так ведь? Говорит, И вот эта степень, вторая степень, из предопределения, не верует в нее большинство кадаритов. Их Вассаляму маджуса хадихи л-умма, которых посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Вассаляма назвал огнепоклонниками этой общины. Почему? Потому что они говорят, что не может быть, что Всевышний Аллах создал деяния рабов. Почему? Потому что от них исходят плохие деяния. Получается, Всевышний Аллах Субхану Хваталя создает зло на этой земле. Что-то плохое создает. Этого не может быть. Мы в это не верим. Как будто бы говорят, что да, все хорошее Аллах Субхану Хваталя создал, а все плохое нет, не Аллах. Как будто кто-то другой это создает. Раз это есть, значит у каждого действия есть действующее лицо. Так ведь? Значит есть тот, кто это создал, как будто кто-то другой. Как будто бы есть два Господа. То же самое утверждали кто? Огнепоклонники. Маджус. Они говорили, есть Бог добра, есть Бог зла. И поэтому посланник Аллах Салли Аллаху сравнил кадаритов с огнепоклонниками. Сказал, это огнепоклонники моей общины. وَيَغْلُ فِيهَا قَوْمٌ مِلْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ Сказал, однако так же есть люди, которые утверждают, верят в предопределение, но впали в чрезмерность в этом вопросе. حَتَّى سَلَبُ الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَخْتِيَرَهُ До такой степени впали в чрезмерность, что лишили раба мощи и выбора. وَيَخْرِجُنَ عَنْ أَفْعَلِ اللَّهِ وَاحْكَامِهِ هِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا Кто имеется в виду? Джабрия. Имеется в виду Джабрия, которые сказали, что раб нет у него воли, нет у него выбора, принужден к своим действиям. Сказали, что раб принужден делать то, что он делает, и лишили его всякой воли, всякого выбора. Тем самым они лишили действия Всевышнего Аллаха и его решения всякой мудрости и всякой пользы. Мы об этом говорили на прошлом уроке. То есть это слова и я посчитал уместным и начало подвести именно как итог всего того, о чем мы с вами говорили.